И ещё раз всем привет, друзья! Вновь в прямом эфире вторая карта противостояния Elements Pro Gaming. Vegas Padron стартует прямо сейчас! И, собственно, в ваших экранах драфты. Драфты, VEGATER за Radiant, Elements Pro Gaming за Dire, и вот тот чудо-героя, которого я не видел ещё в новом патче, в CM-моде от профессиональных игроков. Это Oracle, блядь, появляется. Ну что, ты говорил, что у Oracle будет очень... было, точнее, уже очень много, и что они были не особо хорошо юзабельны. В чём проблема этого героя вообще? Почему он не умеет на него играть? Ну, не особо актуальны они были. Но проблема героя, в общем, наверное, в том, что... он сам по себе не очень сильный. То есть, вообще, этот персонаж, он может давать неплохие прокасты, убивать людей в соло, но для этого ему нужен левел, и определённые итемы, например, Иул. Соответственно, этот саппорт всегда, он не стоит где-то там в миде или не фармит на лёгкой, поэтому никаких Иулов у него долгое время нет, левел маленький. И, в общем-то, он как бы не очень полезен, получается, потому что первый скилл стан такой средний, учитывая, что он заряжается 2,5 секунды, в общем, он часто бесполезен. Второй скилл, опять же, во многих ситуациях не особо полезен, он просто не пригождается, хотя иногда бывает очень даже жёстким, но раз на раз не приходится. Нюк тоже спорный, потому что он и лечит, и калечит, что называется, то есть иногда им можно просто тупо спасти какого-то врага. Ультимейт слишком большой кулдаун имеет. Мне кажется, Оракл может быть использован в некоторых комбинациях с некоторыми героями, например, с Антимагом выглядит неплохо, с Хускаром, может быть, ещё с кем-то нужно ещё подумать хорошенько. Но вот сам по себе просто Оракл как герой без какой-то связки комбинации, он, ну, мне не очень нравится. Ну, что-то типа Виспа такого получается, та роль героя. Типа Дазла, ты типа Дазла, наверное. То есть вот он, чё-то на Дазла герой похож. Типа ультимейт похож на Грейв, есть хил какой-то, там, есть сейвы, вот. Вот мне он Дазла больше всего напоминает в Доте. Хотя он всё-таки уникальный, как и все герои в Доте. Ну, понятно, да, это само собой разумеется. Но вот его неполноценность как самостоятельные единицы, видимо, и сказывается на том, что практически в пабликах мы его тоже не видим. Ну, не знаю. Это самый низкопекаемый герой в пабликах по статистике. Даже вот, ну, я так понимаю, на твоём рейтинге, на моём рейтинге, да. Это на любом рейтинге, это, в принципе, ну, за всю историю. Знаешь, самый часто пекаемый герой был за всю историю, но, по-моему, Путш до сих пор там самый часто пекаемый. Сейчас точно скажу. Пикрейт, Винд Рейнджер сейчас стало, 31% за всю историю. Потом Шанда Финд, потом Путш. Там Джаггер, Инвокер и по списку. А Оракл, он у нас находится в самом низу. Ну, сейчас он поднялся в рейтингах, теперь он четвёртый снизу. Учитывая, что Аркварденом просто ещё не успели наиграть и ещё наиграют, считаю, что Оракл третий снизу. Хуже Оракла по количеству пиков только Визаж и Чен. Да ладно, Визаж. И даже Лил не смог поднять ему процент пикабельности. Ну, вот это да, вот это, конечно, интересно. Слишком тяжёлый герой. Видимо, да. Ну, контролик надо, всегда, когда много всего, чего нужно юзать и контролить, это проблема для молодых игроков, особенно в соло рейтинге. Поэтому мы стараемся такое юзать. Так что тут понятно. Хотя по такой же логике мипаря не должны брать. Именно мипаря пользуются успехом. Во, Оракл, Террор Блейд. Жёсткая комба, потому что Террор Блейд начинают бить, его пробивают. Оракл кидает ему ультимейт, соответственно, его добить не могут. Террор Блейд дерётся ещё какое-то количество времени, а потом свапается с кем угодно жизнями, и он снова полный ХП имеет. Вот это комбат, да, жёсткая. Ну да, такая махинация могла бы тут произойти, но Вега Сквадрон за контрили её, за баню Террор Блейда. И вы так не берут ещё и банят, Вега. Ну вот, жёстко. И ес. Ну интересно, вот скрин сам на Оракл это умеет или не умеет катать? Конечно, что умеет. Он на нём играл уже, я смотрел D20L, по-моему, где был Christmas, там какой-то, ну идёт он до сих пор, благотворительный турнир этот, и там моды разные, в общем, игрались, и там никогда не игрался Captain's Mod обычный или там All-Peak, там всегда игралось чёрт знает что, и, соответственно, в этих модах во всех был Оракл, и её там пикали, и, собственно, я видел, как сам скрин там на Оракле-то и бегал. Он играл, он средне, так скажем, чаще по Refine Flame, он спасал людей, чем убивал. Но, возможно, с тех пор он чуть натренился, и сейчас посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ну, к слову, о вот этих вот различных турнирах, у нас вообще довольно интересная ситуация сейчас происходит, у нас 4 одновременно трансляции от RUHUB, вы можете смотреть D20L, который стартовал на канале D20L RUHUB 2, там VP против Price играет, одновременно играются две трансляции параллельные в ВЦА до сих пор идут, ZD, KG, TNT, XCTN, всё это вы тоже можете смотреть, и, собственно, на нашем канале вот Ана-Азубу, MDL RUHUB, мы смотрим с вами непосредственно сам MDL, то есть Dota можно полностью обмазать со всех сторон, просто ещё на протяжении долгого времени этим заниматься, потому что тут у нас какой-то аншлаг получается в плане эфира. Ну, чё-то да, чё-то в последнее время Dota стало очень много. Неприлично прям, ну, вроде, в следующей неделе намного проще, смотрел по расписанию, всё окей. Эту неделю главное пережить, всё будет нормально. Так, Ursa Warrior у нас от Vega Squadron, ну что ж, Паша будет башить на Урсе, видимо, или просто кушать, Паша. Сильный герой? Ну, стандартно, это стратегия от Vega с Урсой, часто мы её видели, тем более, хотел сказать, тем более за Тайр, но они как раз-таки за Рейдин. Ну, тогда чуть похуже. Вообще, сейчас уже так вот. Есть ли что-то Аки в этом патче, теперь можно на Урсетском Аганим собрать? А? Очень жёсткий, на самом деле, Аганим там, но чё-то, мне кажется, всё-таки на Урсетском Аганим только если Алхимик подарит. Блин, 18 секунд кулдаун, и можно юзать во время всяких дизейблов. Ну, это ж грязь. Ну, то, что можно юзать во время дизейблов, это действительно грязные трюки. То есть, как бы, видимо, недалёк тот день, когда в Dota добавят... Это будет окончательное превращение в лол нашей дисциплины, но тогда добавят предмет, который можно будет использовать во время оглушения, чтобы снять с себя оглушение. А, ну я понял. Ну, то есть очищение такое своеобразное, как у Слака первая способность, да? Ну, типа такого. Да, собственное такое очищение. Но это будет слишком жёстко. Вообще, подожди, вот 18 секунд кулдаун. Окей, если мы обмажемся эктарином каким-нибудь, мы можем добиться такого эффекта, чтобы Урсетский использовал просто нон-стоп этот энрейдж, и вообще было невозможно. Ну, если обмажемся эктарином, 18 становится сколько, получается? Где-то 13, да? 12-13, да. Вот, и если ещё Коттл даст нам чакру, то это ещё 6. Так, так, так. И получается уже 13-6, это ещё 7. Ну, получается, что юзаешь 4 секунды через 7 ещё раз. Но потом, правда, у чакры кулдаун будет, нужно будет подождать. Ну, в общем, ну, нет, не получится. Ну, это слишком много нужно на Урсу играть, и при этом собирать им какие-то несвойственные артефакты. Да, да, да. Ну, а важно, можно. Да, и, если честно, то... Не, ну, вообще, конечно, урсу всегда, которая в ультимейте, это очень жёстко. Снижение урода на 80%, причём мы практически постоянно, с разницей в 2-3 секунды получается. Ну, то есть, если вот использовать всё то, что мы перечислили. Ну, чё так, Тарин, ну, всё... Ну, чё так, да. Чё-то этот Коттл... Хотя Коттл не так плохо. Ну, в принципе, как герой. Ему ещё раз чакру апнули, там, ну, сильно достаточно, на самом деле. Секунда вот на это вот снижение кулдаунов, плюс и саму чакру проапали. Чё-то ещё вроде апнули, честно говоря. Вылетело из главы, что? Чаус Найт. Для элитана. Не первый раз уже он на Чаус Найт играет без виспа и вообще просто так. И там реальти риф нынче. Апнули на целых 60 урона на четвотом уровне, что-то достаточно много, на самом деле. Да, неплохо, неплохо. Я смотрю, давали ли что-то ещё? Нет, единственное изменение, которое коснулось ЦК в этом патче. Да, на последнем уровне прокачки начали от урона. То есть 180 теперь будет с реальти рифта дополнительно залетать. Это не совсем даже с реальти рифта. То есть это залетает с реальти рифта сразу при первом ударе. И, на самом деле, многие не обращают внимания, но реальти рифт накладывает баф на 1,2 секунды. Это там вот написано даже. На этот дополнительный урон. То есть раньше 120 было вот этого доп. урона тебе на 1,2 секунды. Соответственно, ну, типа, минимум ещё один удар успеваешь сделать, а теперь 180. То есть, по факту, это как бы даже не плюс 60 дамэджа, а плюс 120, потому что успеваешь два удара зарядить с этим уроном. Ну да, вообще, жёстко получается. Ну, опять же... Если кританёшь, то это, вообще-то говоря, очень много. Это беда. Это беда. И ЦК увеличили вот такую лейтовую способность, скажем так. Ну, больше как-то физ ДПСер. Теперь он будет работать ещё сильнее, ещё жёстче. И с ним нужно будет считаться. Хотя и раньше ЦК без внимания особо старались не оставлять. Как ни крути. Ну вот, Саленсер Бэтрайдера. Такой интересный пик получился у Вега Сквадрон. Ну, в общем-то... Это, например, это Support Silencer, Support Bane, это Offlane Бэтрайдер. Ну, это ладно. Offlane Бэтрайдер это такое. Я увижу. Наконец-таки я вспомню, как это было, когда ходил Йоку на Offlane на Есе. Цинькинга уже увидел, теперь я хочу посмотреть на Ес Offlane на Йоку. Вот эта вот ностальгия меня мучает очень серьёзно. Кстати, Кингер на Оракула сел. Даже не из скрин. Как бы удивительно. Ну, может, 13 задротся на Оракуле? Может быть. Сейчас узнаем. Ну, на Весперио нас играл очень. Неплохо. Ну, ладно, посмотрим, что будет происходить. Так, ребята, разбирайте героев. Так, Фега, Вега. Ну, да, Паша взялся, скорее всего, в Русу. Эх, вот эти никнеймы непонятны. Единственное, что Сему можно разглядеть, Сему играть на Салинс. Это мы можем утверждать. Ну, скорее всего, No One на Shadow of India, на Offlane там, вот, Йолу Баггинс, это Мак на Бэтрайдере. Ну, и Солыч будет играть на Бэйне. Такой расклад. Так, а тут у нас элемент про гейминг. Ну, снова, это команда 5. Снова, Скрин ведет свой коллектив куда-то кого-то убивать. И делают они это полным составом. Иллидан первый на ЦК. Там Йокун есть позади. Идет генерал на Квапе. Скрин Дазл. Собственно, мы вычислили Кингарет Аракул. По-моему, Паша уже троллит своих оппонентов. Ты-ка-ды-ка. Ну, типа, из разряда опять бежите. Ну, да, слишком однотипно играют эти товарищи Элеменс. Они каждый раз бегут в чужой лес в смоке, но, а единожды так подставившись, Века уже не совершает ошибки. Поэтому Паша просто занят такую сливовую позицию, ждет состоит спокойно крипов, даже не думает вообще идти куда-то в лес. Потому что понимает, что сейчас тут опасно. Враг может забежать на тебя и сверху вот с этого прохода и как угодно снизу и ва-ла-ла-ла-ла. Скрин, в общем, могет. Ага. Ну, действительно, прочитали. Сейчас уже все команды читают скрина в плане того, как он будет действовать. Что в определенном моменте меня не будут с операцией пятером, постоянно давить. Будет очень много гангов, очень много перемещений. Поэтому желательно против такой команды ставить какие-то более защитные варды в центр, на заходы в лес и так далее. Ну, в общем, здесь Сема должен будет разобраться в том, как свою игру построить. Так. Ну что, вардишки были проставлены, мы видим. Здесь вардец, там вардец. Ну, пока все вроде дефолтненько довольно-таки получается. Оракл с ЦК у нас будет. Ну что ж, неубиваемый, по идее, должен быть ЦК в этой игре. Какой-то такой. Потому что будет и Даззл, и Оракл. Боже, это такие два чудо-сейв-супорта. Даже не знаю, что может быть еще и жестче, чем протекция от таких ребят. Да, в общем-то, ничего в жестче быть и не может. Пожалуй. Но, если честно, мне Оракл. Ну, сейчас посмотрим, что сделать, сможет ли что-то сделать Оракл в этой игре. Пока получает три стака. Сейчас, чем-то три стака и попирать. На самом деле, этот маг должна быть аккуратным, потому что 10,5 секунды обездвиживания вот этого, если их словить, то можно и погибнуть. ЦК очень больно бьет, ЦК в конце концов, вот, пошло обездвиживание, две с половиной секунды залетает, ЦК догоняет, сейчас дает стан еще на две секунды и начинает избивать мага. Блочат, блочат. И... Больно, больно, очень больно. И будет ли еще стан, заряжает еще стан, потому что рейндж огромнейший, но почему-то разрядил быстро. Все, хватает, чтобы убить. Хватает. Да, там еще и стики были у Эллидана, в случае чего он бы еще один стан прописал, если бы не убивал Оракл. Ну, или не доходил, например, Эллидан просто с удара с руки. Ну, таки довольно такой простой фраг получается. Есть мнение, что немножечко не в курсе маг, как работает Оракл. Что он так довольно далеко вышел. Есть такая возможность. Вот маг, по-моему, снова умирает, потому что Эллидан сейчас еще и второй левел получит. Да, вот она пойдет второй левел, буквально закрепает. Можно подкачать рифт, качать рифт, ну и можно убивать с рифта, давать тычечку и, да, халява. Ну, вот теперь мы точно можем утверждать о том, что не в курсе у нас маг, как работает Оракл. Надо немножечко подзатрачить этого героя самому и чтобы ему там рассказали, потому что он довольно так серьезно представляется. Ну, она что такого? Ну, то есть очень просто, очень простая игра вот СЦК и Оракл на линии против одного оффлейнера. Ну, вот реально просто. Эскейпа, какого бутрайдера нет, ты заряжаешь стан, ты подходишь, даешь еще один стан и бьешь с руки. Ну, я не знаю, легче даже расклада и не придумать. Ну, в общем-то, да. Теперь вообще подходить сюда очень опасно, потому что Polyfine Flames сейчас появится. Это очень сильный нюк и если до этого чуть-чуть не хватало как бы демеджа, то, ну, могло не хватить там. То есть, сейчас точно будет хватать. Так, сюда подходит кто это у вас? Это Соло. Соло на Бене. Я об этом не знаю явно. Да, развести можно как-то. Там три, оп-оп-оп-опа, накидывает на себя вот фейт-эдикт. Ну, и что умрет? Ну, пойти должен. Пытался еще на новом предмете на этом фейри-файре как-то спастись, но не хватило. То есть, по мне, это вообще самый неюзабельный предмет, который добавили в дот вот этот вот. Ну, дает он, что там, два урона и 75 хп восполняет. Ну, вот, как показывает практика, что он начальной стадии, что, понятное дело, и в лейте вообще не используется никак практически. Но не имеет возможности зарешаться. Снова нападают на мага, но маг в этот раз успевает подняться в воздух, ну и оставляют его в покое. Да, фейри-файр, мне тоже кажется, что 75 хп слишком как-то мало. То есть, может быть, стоит сделать, ну, хотя бы 100. Ну, 120, вот 120, 130, ну, такое, то есть, не знаю. Но 75 вообще никуда не годится, ты даже, ну, я не знаю, одну тычку какую ты можешь пережить, условно, если тебя убивают. Опять же, это особо-то и не спасает обычно. То есть, сложно придумать такие ситуации, при которых вот фейри-файл будет успешно использоваться. Да, пожалуй, пожалуй, это так. Если бы он еще как-то вот там использовался, как сейчас Ironwood Branch, да, там что-то можно какую-то елку возвести, потом ее скушать тангусиком, как-то там подхил дополнительно, если бы какие-то дополнительные опции были бы этого предмета, да, то он. А так, конечно, как расходный материал. Вперед Бэйн, и тут скринут, сейчас будут наваривать уж им больно, да, скрин должен умирать, скорее всего. Получат Койл, получат. Шилу Грейв дал, конечно, тпшки у него нет, поэтому будет разменяться до конца по хпс Бэйном, и быкополучно погибнет. Хотя подключились тиммейты, Йоку уже здесь, Стан заряжает Оракл, и... Слушай, то он еще и на развороте высасывает, и он! Так, Станчик же! Так поздно! Тут просто всех разваливает, Солочь! Он пошел в разнос. У него еще один принца будет. Так, скоро будет отжираться, да, но нет, тут, конечно. Оракл сказал. А Оракл так просто не уйти, слишком много урона, слишком маленькие, кулдауны на... на скиллы, по рефайн флэйс, вообще 2 секунды кулдауна. 2,25, да. Ну, в итоге, не отпустил он Бэйна, сорвал стрик. Вообще, так все хорошо. Оракл 2,1 на 1 стат, у него уже есть сапог, 500 манец вверх. Ну, линия у них и так успешно начиналась, поэтому... Все гуд. Так, Бэйн к СФу вернулся, ну, там, да, Клопа отазал, нужно, чтобы саппорт какой-то помогал, есть слип, то, что дальше делать? Шадоу Рейс, один попадает в цель, генерал тут же отстреливается Шадоу Страйком, поездом Тач залетает Бэйна, но тут так, друг друга развлекают ребятки, без особых интересов, чтобы кого-то забрать, ребят, это получится. Ну, на этом все. Снизу мы там немножечко забываем, что есть такой интересный Паша, который играет на Усецком, фармит себе какие-то айтемы, есть уже, может, масочка, но скоро совсем уже пойдет он накорчать Ашана, так что... как-то, как-то этого героя контрить будет нужно, впоследствии. Ну, что значит, скоро пойдет он бежать Ашана, так просто до него оба что-то не добраться, кстати, ЕСФа убивают, скрин вместе с генералом, как-то они его загнали в угол, запинали, никто не спас при этом, даже не попытался никто спасти. Ну, да, вообще, ТП-шка была у Саленси, рассмотрю, Бэйн без ТП-шки, мог бы ее иметь. Так, в Йоку заслипали, контроль Царуна. Ну, да, идет сюда Урса, не догоняет, но Йоку должен спокойно уходить. Руну отжимает соло. Баунти забрал, 3-4. Так вот, ну, добраться, добраться до Рошана, ну, то можно, можно купить себе, что там, смоки юзают, чтобы Рошан найти. Просто, может быть, хочется посильнее стать, получить ультимейт, в конце концов, и пойти, брать Аегис. Вроде с Морбитмасочкой, уже нынешние Урсетские могут соло. Могут, могут. Шестой левел бы неплохо получить для этого. Ну, вообще, у него такой еще скилл билд, с которым, может быть, немножко тяжело, потому что Йоршок второго уровня, соответственно, Фури Свайп тоже второго, а не третьего. Ну, или Авар Павру первого, так или иначе, в общем, Йоршок это не тот скилл, который нужен, чтобы Рошана забирать. И если Рошан начнет тебя башить, то можно его и не убить, тем более, что у Рошана плюс один армор. Добавили теперь, но он чуть-чуть, но сильнее стал. Да, и бьет теперь тоже быстрее, ну, точнее, замедлить, и скорость атаки довольно сложная. Так что, чуть-чуть бафнули. Да, Йоршицкому нужно немножко в лесах еще посидеть и дофармить, и появляется Энрейдж. Освободил нижнюю линию, в принципе, для фарм Сайленса, что довольно тоже важно, получил, что все будет в порядке. Уже глобалом как-то можно мешать всем начинаниям и стараниям элемент споргейминг. Вот сейчас они в миде нападают очередной раз на No1, но One страдает, но за спиной у него стоит верный суппорт соло. В обиду давать не должен. Ну и пока так. У Сайленса, кстати говоря, добавили, измерили этот скилл первый, Curse of Silence, теперь Arcane Curse, и очень сильный скилл на самом деле стал. Вот его даже все максить, потому что понимает его мощь. Если ты навесишь его на какого-нибудь Даззла, то Даззлу придется просто не кастовать скиллы 7 секунд, иначе он будет бесконечно терять ману и ХП. И это никогда не кончится просто. Дальше не будет, это ХП. Да, возбавляется, возбавляется. Я вот даже пойду и посмотрю, пожалуй, что же конкретно там ему поменяли. Ну, там теперь вот как бы он вешает эту штуку на ООЕ площадь, как раньше. Вся на ком она висит. Раньше как было? Ты кастуешь, и так вот драка какая-то. Там уже убили бутрайдер, есть глобал, пытаются жить или дан, есть тики 4 штуки, юзает свой ультимейт, одна людь тут появляется, 3 секунды стан и пробивает с руки, да, минус. Слушай, все, мы убили, еще раз водят дальше, бейн пытается здесь как-то подраться, ездить. А это ультимейт, повесили на Элидана, его нужно полечить, лечат, еще лечат, он не умрет, он еще может быть, он вообще может пойти на развороте навалять. Он пошел? КП апнется, да, его еще дают Грейв, и он дальше пошел. Пожалуйста. Оракл трипл килл, сейчас ультра можно сделать. Влажно, можно, но нет, тут Элидан вместе с генералом, пытаются бить. Разбудил, Элидан, и с Элициды не будет, папа делает килл, минус 4. Да, да, но я могу констатировать факт только того, констатировать, что Оракл, он умеет играть в эту игру. Да, Кингер умеет играть на Оракл, да. Да, он намного более успешен, чем все Ораклы, которые я видел до этого. Это возможно из-за того, что линия очень хорошо пошла. То есть, вот эти вот несколько киллов на халяву, которые они тут сделали, они в первую очередь дали некоторый буст, быстрый 6 уровень, и обращаем внимание, он убил 5-х крипов, типа разочек там отвел, видимо, где-то лес, но при этом у него 6-й уровень на 9-ой минуте. И 5-ых героев убил при этом. Ну вот так, 5-ых героев нормальный идёт, хороший стат, очень хороший. Чейн Милл себя приобретает, пойдёт в какие-то миги, возможно, в Гарнин Грисы впоследствии. Ну, в общем, понятно всё с этим Ораклом, Кингер умеет, Ренат молодец, линию выиграли они, и, в общем-то, таким образом сейчас опять же начинают захватывать инициативу на этой карте. Как минимум, уже по Нетворсам они впереди. Это неплохо. Тавар, правда, забрать не получилось. Но своего веского слова в этой игре ещё не сказал товарищ Паша, который купил себе фейсбуцы, левел восьмого у него уже имеется, Уберпауру в троечку вкачал, к Рошану пока наведываться не хочет. Ну, пока может быть рановато, надо, чтобы где-то команда создала спейс, где-то устроили какой-то экшен. Вот, например, на топе сейчас экшен был. Ну да, в этот момент можно было, наверное, попробовать убить Рошана, но, возможно, поздно среагировал уже и понял, что всё равно не успеет. Нужно выиграть либо драку, либо что-то подобное сделать перед тем, как убивать Рошана, но в игре драку становится всё тяжелее, потому что элементы начинают вести. Да, из скосления стопа не уходит, есть у него хелм, дальше пойдёт армитов мордиган какой-то. Так, отводы делают оракул. Ну, полный порядок. Генерал, в принципе, свою линию неплохо с Дазлом, они отстояли. Есть тут у него фейрифайр. Не знаю, с чем он его носит, но пусть будет. Первый уровень купил, просто чтобы ещё дэмэдж был. То есть, он взял себе хватает денег на это всё или не особо. И он просто взял фейрифайр вместо веток как раз таки. Ну, в общем, не суть важна. Для дэмэджа взял предмет. Ну, и для мидера, типа, такого активного снизу что-то происходит, глобл вязывается просто на оборону. Для мидера, такого типа, активного, боевого, как Queen of Pain, фейрифайр, ну, может помочь. Знаешь, из-за разряда на каких-то разменах, на тычках, прожимаешь фейрифайр, и победил в драке. Типа да, в миде против СФ вообще реально может сработать, тем более, что против СФ как раз таки в начальном этапе дополнительные лишние дэмэдж, два даже, будет вполне хватает. Сайлент, кстати, всем будет убивать. Накинул он тот самый новый Аркейн Курс, ну, ну да, ну сжигает, с этим ничего нельзя поделать. Не особо... В драке, в драке очень сильный, потому что если в драке он висит на героя типа Дазла, то Дазла всё равно как бы надо лечить, как ни крутит, то же самое касается Оракла, то есть Оракл постоянно кастует скиллы, и на нём постоянно продлевается эта фигня, и в итоге очень много ДПСа вносит. Ну, урон может быть фатальный, правильно? То есть добить... Да, да, он тебя просто может убить, то есть в принципе опасные взглянания, но естественно против БКБ не работает, естественно многим героям пофигу, естественно, если просто от бежами не кастить, то всё это фигня. А дебафом, ну как, в смысле скидывается, как дебаф, то есть, манта ставил, можно завязать? Не уверен, но по идее нет, на самом деле. Точно не скажу. Ой, подставился соло, 4-х секундный стан, и разорвал его очень быстро. Ну вот, опять же, повесил этот Аркейн. Ну да, он пока просто взлёт, но там уже ещё не 4-го уровня пока. Ну и так просто, он достаточно слабый. Он реально сильный только в бою. Ну, прямо скажем, и предыдущая версия этой способности, она без боя тоже была довольно слаба, всё-таки. Ну да, в общем-то да. Ну ладно, в любом случае, пытается как-то использовать сейчас силу саленсера, накидывать курсу, в действии, конечно, посмотрели, мы замес 5 на 5. Ну и опять же, очень плохо всё, вега с Квадором. Почему-то подставляется, даже на дефе своего тавора, слишком далеко почему-то заходит соло, умирает, и бита, опять, УСФ без денег, две смерти у него, ничего не накопило себе. У Уртицкого есть блинтагер, один он драку не пойдёт, команда ещё драться не готова, Батрайдера Бридка пока тоже нет, испытывает проблемы вега с Квадрона, и это довольно интересно, потому что, как мне казалось, и как казалось бы, макерам, всё-таки вега с Квадрона должны были фаворитами подходить к этому матчу. Ну, вот эти вот новые патчи, как обычно, всё переворачивают вверх ногами, то есть, те, кто были раньше фаворитами, теперь в новом патче себя не находят, например, не будут проигрывать, а некоторые команды наоборот, в каком-то патче себя полностью раскрывают. Ну да, есть такой момент, но вега со времён мейджора как-то немножко пошла на спад, пошли их результаты на спад, что-то может быть, может быть, они просто в основном отдыхают и мало тренируются, готовятся, так скажем, уже засесть на какой-то буткемп позже, там, ближе к мейджору, может быть, просто что-то им не клеится. Да, бывает. Ну, 14-й минуты только сейчас Паша заходит на Рошана, причём делает это очень палевно, прям под вардом противника, ну то есть как-то безидейно совсем получается, ну конечно же его прогонник тоже им Рошан не оттаскал. Ну да, здесь уже генерал, сюда уже стягивается вся остальная команда. Да, артефакты появляются, Баклер Хедрес есть уже у Оракла, Кингер скоро возьмёт себе Мекку, есть Арметов Мордигон у нас у Ильи, и Йокупыч немножко начинает фармить на свой Блинг Тагер, 1000 монет уже есть, появятся эти вот первоначальные крайне необходимые беда поступит для беда в патрон. Ну, пытаются сейчас они что-то придумать со смоком, кажется, потому что сгруппировались тут, тащат себе смок. Есть Global, есть классовый трейдера и Блинг появился. То есть, типа, это возможность подраться. И Сэфу бы тоже подтянуться, конечно, к своей команде. Да и хоть что-то бы приобрести уже в конце концов, ну чё с деньгами-то просто бегать? Это же не использование NetWars, фактически. Ой, как там неприятно сейчас стоят, конечно. Ой, сейчас будет Global по-все. А где Global? Где Global? Вот сейчас Global и Sonic Wave уже был вкастован. Ну и Иллидана пытается разорвать. Иллидан падает, скрин тоже минус, но неплохо всё равно. Вашли вегас патрон. Так, там Фессора, Эхо Слэм заходит, Тотем есть, нужно убивать на 1, на 1 минус, посмертный реком выдал, пытаются убить Иеса. Ну, все-таки там развлекаются. Все-таки, конечно, будет сейчас ам-ам-ам делать. Ну-ка. Так, ну Иллидан залетел, ты посмотри, триплкил оформляет, но Квапу почему-то резать. Иллидан сделал байбэк и он сюда уже тг-дым, тг-дым, тг-дым. Он делает на своём коне всех прогнал, в итоге никто не хочет с ним связываться. Вот, Ярослав, ну какой тг-дым? Тг-дык, что ли? Ой, тг-дык. Да, это же тг-дык, тг-дык. Тг-дык. Тг-дык сейчас он делает на Бэйна, Бэйн погибает. Да, куда-то Бэйн так зашёл непонятно. Странная ситуация, дело в том, что у Вегета стоит здесь фарт, ну вот этот слева я имею ввиду, который вот тут стоит, и видели они, что забегал Иллидан куда-то в ту сторону, и почему же Соло просто пошёл в итоге, Турай и умер. Странно. Не знаю. Так, сейчас скорее всего и Маг отъедет, да? Маг у нас, ну, успел блинкаут заезжать, такой живёт. Уже был учей. Учей. Ну, всё равно, драку за Рошан-то проиграли, Вега, все равно, как ни крути, хоть на драку-то более-менее саму провели они, но Рошан отдают. Эгги забирают. Познан очень глобал был, я вообще этого не понял. Спрыгает вроде бы Трайдер, ему бы как раз там полетать, кинуть стак кого-нибудь в лосо, всё поджечь, чтобы там вообще невозможно было. И всё это по глобалу, естественно. А так получилось, что он прыгнул глобала, нет, его просто убили сразу. В принципе, на этом и закончилось выступление мага. И дальше только глобал пошёл. Ну да, то есть, я не знаю, каким образом можно было в этой ситуации позволить расхастоваться в квапе, дать Сони Квейв. Но когда вы инициируетесь, когда вы залетаете и в узком проходе видите пятерых и реально вот одну кнопку нажать и вы законтрили абсолютно всех героев. Но как-то вот не получился у Вега Сквадрон, имеет место быть, так понимаю, какая-то мискоммуникация, что ли, не знаю, они договорились. Возможно. Это очень странно. Возможно, но тем не менее, хотя бы они там более-менее что-то сделали, потому что если бы они позволили элементам дальше разгоняться, это совсем печально. Но элементцы в принципе и так себя неплохо чувствуют. Да, несмотря на байбэк, то, что сделал Элидан, у него все равно очень много денег, в прежнем из тяги все хорошо себя чувствует. С спины как-то пытаются зайти сейчас в Вега Сквадрон, будет скорее всего Драко, забезает. И хорошо, здесь раскомбинивают и опять глобал, слушай, какой же маленький култан, но глобал. Ну да, Реквием сцепили двоих, в итоге остальные тоже пытаются уйти, снова Урсак лэпает, скрины будут съедать, есть Sonic Wave, ворвался генерал, пытается как-то отомстить. ЦК вроде бы с Aegis ему тоже, казалось бы, нужно подраться, Клопа улетает из драки, ЦК пытается уйти, получает парочку хороших шадоу рейзов от NoWan, NoWan там спрятался, пытался Элидан его сломать, сломать не получилось, таки ломают его. Это минус 4, это моя элидан. Но тут Элидан тоже умрет, конечно, и пытается генерал что-то тут придумать, но ему дают сон, как же он неудачно-то подошел, сейчас его тут могут убить, в принципе. Вот на блинке пытается уйти, за ним до конца ныряет Бэтрайдер, накидывает стаки, но нет, конечно, уйдет. Но все равно, все равно как-то очень плохо элементы действуют, твердолобая такая игра. Ну вообще, вот сейчас Глобал был как надо, вот он реально сейчас был шикарен. Они ворвались прямо под Глобал, ничего не смогли сделать элемент с Pro Gaming, суппорты отъезжали под слипами, под финсгрипами, разобравшись с суппортом, и уже проблем скорой мы видим не осталось. Тоже их убили. Не успел вожать в War War Cup. Ну как бы там ни было, века дают о себе знать, говорят о том, что все в порядке, ребят, мы просто на Рошане завтыкали. Да, и Йоку пошел добивать свой Блинк Даггер, очень нужен предмет, чтобы инициировать можно было и как-то давать прокасты. До Глобала, может быть, того самого на что-то тут такое делает. Генерал развлекается. Да, очень так рискованно на самом деле играет. Ну есть Юл у него, 100% будет жить. Так, а там до конца идет Оракл, пытается подцепить Урсетского, Урсетский просто Блинк Аут и уходить. Саленсер тоже спрятал Step Out, юзает под Вардом, уходит Вегас Квадрон, пытается их зацепить, не успел, немножко Квапа, да и Юл в откате был, поэтому сбить ТП было нечем. Все просто убежали, халява какая-то. Кстати говоря, Оракл, когда купит себе Гвардин Грифс, он сможет себя снять Глобал Гвардин Грифсом и со всей своей команды, точнее не со всей команды, с одного какого-то еще тиммейта снять Глобал при помощи Фортун Сента. Да, слушай, это действительно круто. Ну вот именно зря как раз-таки Кингер покупал себе этот артефакт с самого начала игры. Но опять что-то куда-то встреют здесь, по-моему, товарищ из Элемент, сдал ловит Шейкера. А с ним нужно бежать снизу, почему они там стоят-то? Вообще Глобал есть, алло, ребят, сейчас он просто встрянется. Ну и Глобал. Ну и все, в общем-то, драк на этом заканчивается сразу, автоматически. Да, не, погоди, она еще почему-то продолжается. Я тоже не понимаю, почему они еще все не умерли. Ну, по идее, сейчас умрут все. Подожди, Бэйна-то слили, а Русан не может пробить Иллиданом, потому что Иллидан под бафами. Подняли в ЕУльчик, остался Сэм. Бум! Бум, цикололол. Ну и, ну вот, в итоге они все умерли. В общем, я не очень понимаю, что это за идея. Ну, вообще, давайте начнем с того, что ЕС вот пошел, как будто ему красную ковровую дорожку проложили от своего, ну, от своей половины карты до леса противника. Да, он прошел под двумя вардами. Алло, два варда стоят противника, он пешком шел своим блинком. Во-первых, этот блинк спалил, это раз. Во-вторых, он погиб первым, даже не смог реализовать. Красную ковровую дорожку. Вип-гость-шейкер. Вип-гость-шейкер, но его встретили с почестями, как это полагается, сразу приняли, оформили, таверну правила. Ну да, это само по себе действительно достаточно странно, но, предположим, всякое случается, мол, не ждал, не думал, ошибся, завтыкал. Но дальше-то попроще уже разобраться в команде всей остальной. Если только что убили твоего шейкера, вы остались четвером, у врагов, очевидно, есть глобал, вы и в пятером-то не особо деретесь, но... Логично опять же, логика, логика. Да, отступить, отступить, и подождать Гуардин Грифс на Оракле, потому что этот артепект сразу поменять может расторовку сил подождать все остальное. Может быть, Манту или БКБ на ЦК, чтобы он тоже смог как-то сбрасывать себя глобал. Подозреваю, что в словаре скрина нет слова отступить. И вообще чувствую, прям, примерно могу предсказать, по чьим реплеям скрина тренировался капитанить. И вот у него нет понятия отступить, у него есть понятие только вперед, он драться. и так происходит. И этого тоже, да, из этой серии. И снова идут в атаку. Втроем. Куда-то идут втроем, в абсолютно непонятно куда, потому что нет вижна, но видит Бэйна. Сехо слэм слипу! Классно заслипал, но, собственно, хотя нет, это решает сильно, потому что потратили лишнее время и за это минус 2 делают. Провал. Ну, классно сыграл Соло, конечно, сейчас. Соло красавчик, да, на себя слип, конечно, сильно спасло. Ну, с другой стороны, опять же, вопрос остается открытым. То есть, наверняка не знали, ребята из элементов про гейминг, что там будет один бейн. Они могли нарваться на пятерых, а шли они втроем. У них ноль вардов на карте сейчас. Вот я, можно включить их вижн, у них нет ни одного варда. Они, а, нет, один, один. Один стоит в районе, вот, Рошана. Ну, соответственно, очень бесполезный вард, который вообще ничего не видит. Подожди, я его даже дойти не могу. Где этот вард? Там, он там же стоит, просто в том же месте, где и вард у веги. Все, 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 вижу, да. Ну, да, этот вард реально не решал ничего. Ну, таки подставились, и я сныряю дальше за бодрайдером. Так, а что он хочет, значит? Не знаю, что он хочет. Там глобал есть, ребят, вот сейчас там есть глобал, но правда там не полным составом вега с квадроном. Действительно, есть возможность элемент зацепить кого-то, не дать им уйти, но тпшки прожимаются, блинки юзаются, и в разные стороны разбегаются. Вега с квадрон, оставшись при этом полностью живым. Ну, имеет место быть камбэк у нас, за 7 тысяч закамбэчили уже вега с квадроном, не без помощи, конечно, своего противника. Все, теперь уже выглядит даже очень радужно, потому что появляются и Бошарочки, Влад Мерси, и СФ уже не бомжует, Ламинатор Сэнджен Яши есть. Прям очень... Немножко бомжует, конечно, но более-менее у него. Так, и тут Элитан, просто словил ярость Берсерка, поэтому побежал куда-то под глобал, ловит кучу всего, но получается расстроиться, получает он там уже ультимейт от Оракл, он все равно сейчас походу лопнет. Шелло Грейв, Шелло Грейв. Поможет жить. Блин, там его так захилили, в итоге он уже с полгопа почти. Ну да, вот у Веги получалось выиграть за Месси ровно тогда, когда они за глобал убивали суппортов. Если здесь не вырезать Ораклы и Даззла, то есть с ЦК воевать тоже не стоит. Это изразает в том, что там бешеное лечение, там все лечится. Ну да, это изразает от того, что давайте убьем Тинни, пока он под Веспом находится, то есть в таких же идей. Здесь тоже. И при этом Веспа лечит Оракл. Да, и при этом Веспа лечит Оракл, Ну это вот примерно так же выглядел у Вега Эскадрон. Надо просто расставить приоритет на убийство кого-то. Есть глобал, окей, убиваем Оракла. Ну, Оракла сейчас будет сложно убить, потому что Гардиан Грис, убиваем Даззла. Ну как-то так. Сложно убить, потому что Оракл даст на мультимейте. Опа. 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 Все, теперь не контриться, я так понимаю, да? Так, На самом деле, вообще-то да, два сильных саппорта получаются вместе, потому что они сказали, что сейвят и друг друга, и кого угодно, и потом опять друг друга, и опять кого угодно. Оракла уже 11 уровень, и кулдаун не такой большой на улице 60 секунд. Если дожить до 16-го с Ораклом, то вот 30 секунд это реально уже большие проблемы для врагов. Ну да, убить кого-то будет вообще очень-очень сложно. Но вообще сейчас грамотно делают элементы про гейминг, то есть они знают, что глобал еще в откате 35 секунд, и попытаются кого-то поймать, они провязали даже смог, но не выходит из базы вега-эскадром, прекрасно понимаешь, что без глобала никак. Ну вот, так же обычно играли виртуз про своим старым Стамс, или давным еще там, или давным блокер с Алинисером тоже. Не дай бог, нет глобала, ребят, мы стоим на базе. Вот-вот все, мы никуда не выйдем. Только появится глобал, мы пойдем вот так. Вот так же сейчас играет вега. Это верно. Ну и нужно было увидеть хоть кого-то из противников, все увидели, можно теперь и выходить. Или там, кстати говоря, фармить манту, чтобы сбрасывать в себя тоже глобал. Грамотный выбор, учитывая, что противников фактически нет какого-то такого глобального аоги, манта будет хороша. Да, там только рейка, все, которая не очень-то помогает противолюзе. Ну, помогает, но не так, чтобы их прям разрушить сразу. Ну да, это же не шейкер какой-нибудь, или что-то подобное. Шейкер. Шейкер, Йокач, Йокач, что же, 0,49, но пока вот зажечь звезды на этом дотане-босклоне он не смог, потому что парочка их слэмов пролетала практически в никуда, но шансы еще остаются, драки у нас еще будут и в невиденом количестве. Так, а там у нас вега смог прожали. Появился Рошан, ну, значит, план какой, убиваем кого-то и забираем Рошана, или сразу подсмокаем на Рошана, это опасно. Ну, сразу на Рошана, да, это слишком опасно, хоть и убьют быстро, но, конечно, элементы должны понимать через какое-то время, что врага нет и, скорее всего, он может быть Рошана. Но они, пока уходят, просто очень саевого и если бы вега пошли просто на Рошана, они бы его уже убили, да, и вот теперь Урса именно этим и занимается, прыгает туда. Успеет ли? Ну, походу, успеет. Походу, успевает. Элементы слишком долго думают, что-то там завтыкали они. Надо сейчас как-то прочекать, казалось, противника на карте они не видят, но слишком долго они-то делают, слишком большой круг, сколько они опоясали. И что? Идет, идет ЦК, но вот он, Аегис, достается Урсетская, потому что разворачивается. Но, может сказать, гол ватан. Если капитан скажет, придется и свидетельствовать. Ну, могут на самом деле, даже несмотря на этот Аегис драться элементцей. Мне кажется, что Аегис на Урсе сейчас это не итем, который прям нереально переворачивает так ситуацию. Зависит все от позиционки, от того, кто кого там напал на кого, кто первый, кастанул скиллы, кто кого успел сфокусить, за глобал, за станы. Сейчас как бы кто делает правильно, тот скилл победит. Аегис не поможет веги, если они снова прогадят свой глобал и никого не убьют за него. Я уверен, что элементцы все равно выиграют драку в таком случае. Вот они нападают здесь на изефа, будет ли глобал, пока не кастуется. Вот он глобал, хорошо. Но кэрсы работают. Ой, и проходит плохой реквим, прям слишком далеко вкастовал его там но ван. И на развороте Соник Вейв, поцепили Урсетс, Урсетс в кваде раз сломали. Соник Вафли теперь, ну то есть как, в веге точно теперь будет очень тяжело, нужно как-то убегать. Четырехсекундный стан, четырехсекундный стан, поцепили Урсетскому очень больно, там пытается разобраться также и с Бэйном, может развернулся, пол Солидана взять, теперь пытается взять Кингера, снова Фессоры, эти Фессоры, они просто вымораживают драки, ничего нельзя сделать, падает Петрайдер, это минус 2 уже, Бэйн еще пытается каким-то образом жить. Да, ну и Бэйн походу улетает, в том, что он грамотно спрятался, ну собственно вот она ситуация, а вега с тем никак не помогает, если в итоге на тебя напали и ты не смог ничего сделать за время глобала того же. Да, а сделать они действительно ничего не успевают и сбрасывают себя Гарди Гриф сами в глобал Кингер, опять же там потом ультимейт и все остальное вязать можно, у Урлитана сейчас появится Манта Стайл, к слову, который к нему уже летит, ну в общем-то теперь Сайленсер это не проблема. А что есть проблема? Проблемы нет ни в чем, практически, да, потому что СФ без БКБ, он в траке тоже ничего не сделал, дал один рекон, который нанесет очень мало урона. А у Уртецкого контрят, ну как любого милишного кора, все-таки есть возможность его кайтить, пока он без БКБ даже элементарно Йоку на АЕСе с ним справляется, дает фиссоры, отрезает. Тяжело, тяжело вега с квадрон и очень похоже на то, что вторую карту элементы тоже будут брать. Да, это несколько даже в каком-то смысле сенсация, да ведь? Ну получается же так. Хотя опять же, вот в этом новом патче, что назвать сенсацией? Ну вот, одна команда не нашла себя в патче, не смогла вовремя сориентироваться, капитан не придумал новой стратегии, а другая команда что-то такое интересное придумала. Ну и вот, пожалуйста, так и получается. Хотя опять же, вот по первой карте мы выяснили, что элементы ничего нового не придумали, по второй карте появился лишь только Оракл, хотя сама стратегия особо там сильно не изменилась. Ой, хорошо, тут успевает Паша свалить от этой неприятной неприятности, которая падла на него в виде шейкера, но что будут делать теперь элементы? Вот элементов проблемы сейчас с заканчиванием игры, потому что противника Бэтрайдер это всегда неприятно, потому что если ты подойдешь к базе, как-то не очень аккуратно, один герой у тебя уплывает сразу куда-то там далеко и приходится уже либо бежать, либо как-то врываться прям под тир 4, драку разворачивать там, а это не очень хорошая история. Приходится фармить. Для всех, кроме скрина. скрин был бы доволен. По тир 4, ребят, так я туда и хотел. Ныряем. Даже скрин сказал своей команде «Давай отойдем пока». Потому что, в принципе, пока, видимо, не хочет. Хочет попозже. Рановато, рановато. Еще парочку айтемов собрать в каких-то командах было неплохо, да, например, под ЦК собрать Владмир. Где вот под ЦК Владмир? Да, Владмир был бы неплохим выбором, на самом деле, кому-нибудь бы купить. Тут как бы особо некому, потому что Кингер все это время фармил на грифсы, скрин вообще особо не фармит. Как бы Кин оф Пейн все-таки Владмир там не особо. Ну, ЕС может, обычно. Ну, ЕС может, да, ЕС может. Но ЕС пока фармит Иул, видишь, тоже против глобала. Опять же, это грамотное решение, безусловно. Да, должно спорить. Ну и во все времена обычно Даззла покупали Владмир. Ну, как бы там игра. Ну, это бедный очень Даззл, видишь, какой. Ну, может и купить потом. Но пока, Глимер хочет купить, потому что Клоку уже есть в инвентаре. И вот он, Мак, что-то хочет кого-то, что-то где-то. Кого-то, что-то где-то. А тут реалити рифт, ой, вошел, смотри, раскастный, залетает. Вот вроде бы, глобал есть. Ну, Аракас Шейкеру дал свой ультимейт. Шейкер за счет этого не умер. Шейкер сейчас сможет на развороте устроить экшен. Ну, давай ждем, ждем, есть же. Он бычет нормальную позицию какую-то. Йоку, где позиция? Вот он. Поздно уже, вот она позиция. Ну, средняя, средняя получилась в итоге. Убирает уже и Иллидан, и Йоку тоже, скорее всего, умирает. Реквиумы, слушай, а Сефт погиб в итоге, Йоку только растерзали, Скрин продолжает драться, Квапа тоже здесь, то ныряет, то вныривает. Скрин просто всех убивает, он целевого ушел. Так а что, генерал-то его кинул? На самом деле, генерал сыграл как-то очень подозрительно, непонятно, потому что... Ой, еще и улил крипа, боже, хотел расконтролить, генерал, ну как так, и погибнет, да? Да, погибает, его урна съела. Генерал, генерал. В итоге, Last Man Standing просто солян. Да. Ну, отметить хочется то, что веган, они, кстати, расставили приоритеты, начали за глобал вырезать оракла, даже, несмотря на то, что у него есть грифсы, смогли его убить. Но и при этом стоит отметить скрина, который, вот, просто боец бойцов. Как он дрался до конца, и... Даже... Бойцы, да? Бойцы, в общем, молодцы. Бойцы, молодцы. Плохо сыграли в итоге и ЕС вместе с Квапой, они до последнего ждали своими ультимейтами, то есть они хотели дать прям какое-то эксклюзивное, какое-то крутое комбо, выбирали момент, в итоге, когда прокастовали, выяснилось, что зацепили там, ну, максимум двух героев, и урона не хватило. Ну, и Квапа, конечно, Квапа, которая под конец залетела и расконтролить нормально не смогла, это генерал уже завтыкал. Да, но там генерал вообще, вот, это даже не то, что он под конец уже завтыкал с расконтроливанием, но он чуть до этого, когда скрин оставался один и два и дрался как тигр, и генерал в этот же момент убежал. Если бы генерал просто остался со скрином, они бы убили этих двоих вообще без проблем, потому что все-таки это Квин оф Пейн, а там два саппорта оставались, Квин оф Пейн, там, извините меня, неплохие артефакты. И скрин бы, скорее всего, успел бы еще и подлечить и что-то еще сделать, но генерал изначально кинул скрина, а потом вернулся и сам нафидонил. Да, можно, в общем-то, по шапке за такое получить от капитана? Можно, да, и я думаю, что вообще просто нельзя кидать пацанов, понимаешь, пацан дерется твой братишка, а ты кинул его. Это уже пацанский. Ну да, за это можно и спросить потом еще на самом деле. Да, можно. А обычно так в ноте и происходит на самом деле. Спрашивают. Так вот он смог. Пошел смог от элементов, снова они пытались кого-то поймать, снова эти смоки от скрина, но читаемые смоки. Слишком долго готовили они этот смог, слишком долго собирались, уже тысячу миллионов лет никто не откушивает верхнюю линию. Поэтому дело, что вега опытная команда и они прекрасно понимают, что это смог, ребята. Давайте отойдем, сыграем аккуратно. Так и сыграли. Вот надо, конечно, раздеварить еще одну точку. Кстати говоря, там гемы где-то я видел, да, гем есть у нас товарища магов, все, дивардинг проходит успешно. Ну и дофармливают, дофармливают все БКБшки и прекрасно понимают, что и Урсе БКБ нужно, и магу БКБ нужно, и СФ собрал себе БКБ, и вот тогда появятся три БКБ на трех лоргеров, уже станет повеселее. Как минимум, можно не страдать из технюков, бесконечных ЕСов, ВОП и прочей гадости. Хотя первое время можно будет за это время нанести урон. Вот. Так что веге еще стоит немножко подфармить, стоит, я так понимаю, дождаться появления следующего Рошана. Ну и вопрос, как на все это будет реагировать элемент с прогеймингом. А элемент с прогеймингом, на самом деле, особо печальться-то не стоит. При грамот, ну, при нормальной игре, там, если не будет каких-то жестких затупов, то вообще-то Чаус Найт тут в этой игре один всех убивает, если купит себе итемов. Ну, конечно, Сэр, там, Урс, это все сильные герои, но Чаус Найт, который вот прям закуплен под самый максимум, тут его не о чем остановить. Нету какого-то сплэша, героя со сплэшом. Ну, разве что, Урсу купит себе Бартул Фьюри, в принципе, возможный вариант. Такое-такое. Ну, да, вот именно, что это именно такое. Как бы ему, наверное, хотелось бы, если он купит Бартул Фьюри, то это будет еще очень нескоро. Вначале БКБ, потом Абисов. Ну, я бы не сказал, просто что даже с Бартул Фьюри он будет там иллюзия выгрызать. Нет, нормально. Ну, неплохо будет на самом деле вырезать. Но вот именно, что тут как бы нету других вариантов. Нету героев со сплэшом, нету какого-то глобального АУЕ такого прям мощного, ну, типа Джакиры, Санкинга, Шейкер и так далее. И вот такие иллюзии с Тараской, ну, ты просто их не убьешь. Они будут вот бегать, бегать и бить, бить, бегать, бить. Тебе, может, и Тазлд может их лечить. Ну, да, да, это жестко. Это очень жестко. Вопрос может быть бороться конкретно с иллюзиями, не знаю, купить себе какие-то, не знаю, хиксы, что-то такое. Ну, ну... Все же основная сила этого ЦК... Хиксы все-таки так, ну, вот-вот, как можно бороться. Напасть первыми, и вот он ультимейт, но... Ну, не-не, ну, в ЦК, ну, кто-то падает на ЦК. Вот он глобал, пошел, но батрайтер уже слился, опять же, юзаются Гардиан Грифсы, батрайтер без байбэка в Траку не вернется, уже западает съесть к лапуну под хил, под хил бесконечно и не может, просто-таки, кого-то запокусить. Как поздно глобалы юзаются, я не могу этого понять. Да, понятное дело, Гвардиан Грифс нажмет Оракул на себя и все равно кинет этот ультимейт, но хотя бы он нажмет Гвардиан Грифс, хотя бы кто-то еще что-то не скастит, да, ну, хоть что-то будет происходить. А еще есть вероятность, что он затупит, он ошибется, он был далеко и так далее. Грифсы и водкатер, ну да. Ну, типа, как-то у Веги не получается. Но опять же, сама по себе идея первого ЦК, хватать, держать его фен с гриппом, но она причинал на провал, когда позади суппорта, это не работает. Ну да, и это есть такое, потому что там все-таки тяжело запкусить, тем более, что у ЦК много хп. Очень много. Уже очень плотный. 2800 у него здоровья, огромное количество единиц броней, подхилы, бесконечный от суппорта, плюс ко всему сейчас еще появится и Аегис. Да, и траку проиграли Вега в Салат, причем нападали они сами, что в обиднее в войне. Ну и сейчас ему уже нужно будет отыгрывать от обороны. Как-то. Что-то делать. Да, тяжело будет, очень тяжко, потому что ЦК с Аегисом, и вот сейчас к ним улетит уже Тараска, осталось напармить, вот, вот, все, есть деньги на Тараску, можно брать покупатель Дан Тараску, и это будет ЦК с тремя тысячами хп, если считать включенный армлет, то и того больше. Чет, слишком много. Ну да, и неприлично много, я бы сказал. Неприлично много, именно. Иллюзии вот эти по 3200, где-то 3300, 3200 хп с включенным армлетом будет у сейчас ЦК. И как убивать, не знаю, вопрос открыт. Ой, бутрайдер, бутрайдер, ну что ж ты родной, подставляешься, маг, и Юл ему подцепили, маг, биф, sonic wave получает, глиммер, фрустап, спасти пытаются, мага и маг. Ну ладно, спасибо команда, извините. Ой, я что-то был неправ, это 3700, ну 3600 хп будет вообще с, а, ну да, правильно, у Элитана не ривер лежал все это время в инвентаря в Point Bu, Виталий, это бустер, поэтому еще больше будет хп. Ну, 3500, такие вот делишечки. Делишечки такие плохие у Вега Сквадрона, они так в серии проиграют одну карту, сейчас еще им заходят на хайграунд и пытаются смести, и надо как-то драться, давать бой. Ну, давайте посмотрим, как это будет происходить. Итак, есть, есть ультимативные способности у Вега, залетает первый бутрайдер, где же глобал, вот он глобал, Бейн остался без хп, врывается урсецкий, тут же поднимают его в Юл, БКБ у него до сих пор нет, все-таки надо понимать, я уже включаю таблицу байбеков, ну, вот у вас и есть байбек, ЦК ускоряется, идет дальше, хватает ИСФ, как же больно, ИСФ, зажарь, Секста Роган, Десклэм! Клопа, там такой хороший рассказ зашел, и в ментайминг делают еще минус, плюс всех остальных прогоняют, ИСФ-то байбекается, но о том, что он второй раз просто на конвейере, там или там, у него Еггес, он продолжает убивать людей, может быть разочек-то умрет, а может и не умрет, каст, отправляется в таверну, ну и гуд геймблплей, да, ну, в картах, Вега, Сквадрон не смогли переиграть Элемент с ПРОГАМИ, Малая Йорс. Че-то изи, на самом деле. Ну, так и шбрыкались, ботались, по большей части, сами ребята из Элемент с ПРОГАМИ, шансы даровали, в некоторых моментах, в Веге, но, действительно, да, так как-то вот, просто. Подожди, ты вообще понимаешь, к чему все идет, Элемент с ПРОГАМИ уже в финале, а сейчас, ну, вот сейчас в следующий матч мы будем смотреть, Виртус ПРОГАМИ против Спирит играют, да? Да, да. Ну, и Виртус ПРОГАМИ там шансов все-таки побольше, ну, если, конечно, Габлак не совершит тоже некоторую сенсацию, но вот, но все-таки должны Виртус ПРОГАМИ выиграть, и это Иллидан против Виртус ПРОГАМИ, вот это будет нормальная зарубка. Вот это да, ты прикинь, потом выигрывает, значит, Иллидан проходит Гранд Финал, они выиграют Гранд Финал, завоевывают Кутевку и прямой инвайд в Куал, а там они на мэджи падают, топ-1 занимают, нет. Так не работает. Зачем ты так убил шансы? Ну, вообще, играли неплохо, играли неплохо, элементы мне понравилось. Я ожидал вот от них меньшего, так скажем. Я думал, что сейчас тут начнутся черти-чо опять какое-то, а так в основном нормально. Скрин немного выпадает из всей тусовки, но, более-менее, хотя бы капитанин. Как капитан может выпадать из тусовки, возглавляет эту тусовку? и сори, это тот капитан, который выпадает из тусовки. Окей. Не, вообще, играли элементы так, как, в принципе, было задумано изначально, ожидал такой геймплей, это опять же агрессия, это давление, это бесконечные файты и смоки. Я немножко другой игры от века все-таки ожидал, я рассчитывал то, что ребята под собраннее будут, и с пиками там нормально совладают, и вообще отыгрывать будут хорошо. Ну, вот, видимо, я действительно переживаю пока не самые лучшие времена, и вынуждены они все-таки падать в лузера, и там уже как-то бороться за квалу. Вот, друзья, ну что, у нас по идее, по расписанию, во сколько там должен будет начаться матч следующий? Посмотреть. Будем посмотреть. Это в 22.30. Что, серьезно, через полтора часа? Да, по ходу, и, видимо, по расписанию будет, так что придется сделать большой перерыв. Да, большой перерыв, дорогие друзья, ну, вы же понимаете, что перерыв у нас только на этом канале, а, например, VARUHUB вы можете посмотреть в ЦРА. Поэтому, недолго думай, переключайтесь именно туда, а через полтора часа мы с Ярославом вновь вернемся на канал Азуба, и будем смотреть с вами, как будут играть Virtus.pro против Team Spirit. До скорой встречи. Продолжение следует...